всем ребята привет вы на good play и это миазма хрониклс давайте посмотрим что это за новая игра и начнем сразу же с нормала да просто обалдеть так предсказуемо до обход врагов с фланга гарантирует попадание укрытие всегда дают одно и то же бонусом зависимо от расстояния а класс так и ваших врагов давайте на полный тактический режим лучше поинтереснее будет ручонка то вот они стали хорошего настроения и ребят пусть у вас эта неделя будет легкой и мы выходные встретимся еще быстрее хроника один где-то в кентукки через 140 лет после краха великой стабильности я смогу я смогу вспомнить тренировки же его прям держи его ровно никаких эффектных жестов да дикс я знаю а точно она не выдержит высокий температур так что x перчатка считывать не дронные колебания моего мозга не нужен чистый разум ах да точно точно прерывается и гадскую стену созданными язма я говорю ерунду сработала ой мама дорогая главное не забывайте очищать разум я вижу в ту сторону у нас получается дик о да мы просто блин ах ты что блин спасибо ты как нет чертова перчатка сломана вот же срань блин такая уже попытка по счету 37 начинают готовиться к 38 думаешь 38 закончится иначе если мама по ту сторону стены она ведь не просто мне дала эту перчатку да да мы не сдадимся мы найдем ее братишка найдем брутальный робот меня зма усиливается вернемся в город починим перчатку блин красиво да как так вернуться в заставом мы почти прорвали стену миазма но то оказалось сопротивление силовое ядро перчатки взорвалась и вернемся домой и починим ее вернуться домой без награды информация также как я вижу здесь группа экран группы у нас есть оружие штурмовая винтовка здоровья ярость так у нашего друга тоже штурмовуха есть сотка живучести да так рюкзаки информация рюкзак так оба костюмов ничего нету карта отображается вот прекрасно так элви элвис эшли каждый день его испытается пробиться сквозь непроницаемую стену миазмы используя взрывную силу загадочные волшебные перчатки но по ту сторону стены его ждет мама по всяком случае так он думает десятки лет назад она оставила элвиса волшебной перчаткой загадочное послание научись управлять перчаткой пробери стену и найди меня и я расскажу тебе кто ты на самом деле город нуждается в его матери больше чем когда-либо элвису тоже нужна мать только она может объяснить почему оставила испуганного мальчика и раскрыть его истинную личность храбрый молодой и неоптный элвис не остановится пока не пробьет стену и не разгадает тайного своего прошлого но он не предозревает что прошлое разгадает его отлично дикс дикс старший брат элвиса надежный защитник и сообщник обладает силой 10 мужчин и огромный сердцем он ведь семья элвиса и он машина крепкий старый робот-экскаватор который держится на честном слове однажды ночью мать элвиса исчезла оставив мальчика одного но перед тем она перепрограммировала дикса чтоб тот защищал элвиса и помог ему стать мужчиной последние десять лет роль дикса в качестве наставника была неоднозначной элвиса сопровождает группы риск смертельные перестрелки отчаянные авантюры и всякого рода веселья смелый дерзкий неунывающий дикс сверхчеловеческий робот но сможет ли он почувствовать себя как дома в городе где к машинам относится как машинам к ци обучение информация картография экран группы интересно очень интересно ребят так у нас получается а по карте это куда нужно идти где находимся заставлен вот он да а это не следование локация у вот эта карта так ну ладно бегаем посмотрим показывайте бы впереди вот туда надо нам импульс охоты кратчайший путь о информация информация карты это прикольно это классно о пластик неплохо может осмотримся здесь таких местах обычно есть чем поживиться а чисто скрытность да именно работает а как ты можешь подожди а как из скрытности выйти дик смотри язма злится как смерть красиво твоя жизнь красиво но не это блин а через здесь есть есть что можно посмотреть странно ты хочешь ее покорить ну ладно пока не будем великая стабильность стенами азмы я смиренно принимаю почетную премию мира но на самом деле она вручается не мне а духу первопроходцев которые жив сердце каждого американца мы исправим зло сотворенные нашими предками залечим раны которые разделяли нас положили конец голоду и воинам возрождение человечества великая стабильность а теперь нам предстоит изрядно потрудиться чтобы поделиться американским раем со всем миром интересно цветочек красивого на голограмма что она здесь вот это ничего опасного там не вижу здесь подъем давайте посмотрим что здесь нужно найти маму я устал быть один мне нужна семья что я давай семья прям здесь это я да но тикс ты же я же ты мой крутой брат лучший брат на свете а я как же иначе это прямо как это сказать мы софти угораем карты требуется служб безопасности нам нужна карта где бы и взять а возможно вот это пластик вас так джен джен ты там это томми надеюсь ты получишь это сообщение вовремя дети со мной мы в шоке но целая они все спрашивают где мамочка я сказал что ты скоро придешь а макс нет не отрывается от игрушек так что ты молодец что дала ему их слушай не приближайся к мосту полиция перекрыла дороги потому что но нет больше дорог встретимся у твоего дяди дети в безопасности все будет хорошо а еще мне нужно чтобы ты все этом обрывает сообщение к сожалению это очень интересно но увы мы не можем понять что дальше люди закаменевшие уже поджаренную нам бы карточку найти может это здесь ну а вон пластик что у нас есть такая кто-то вот сиди до сих пор вечный мир только представьте себе мир без нужды мир без войны 50 лет назад это было лишь мечтой теперь это ли наша реальность возрождение человечества мы называем его великой стабильностью нам исключительно повезло жить в эту эпоху что же карта спецслужбы безопасности а прекрасно прекрасно мы смогли найти мы сможем спуститься вниз друзья ну ка ну ка ну ка а здесь на за столом что да уж неудачное прошло совещание я но до печально так нам не знали так и служит безопасностью там классненько вот это понимаю добычи я пришел за то за тобой для пластик ну всякого непонятно чего здесь какой-то дедок удалось найти приличное укрытие с рабочей системы безопасности на дверях неплохой вид на город сборщики до меня здесь не доберется а теперь я рвану шрама и буду ждать остальных исправителей доберутся ли они до туда лишь время скажет а это что такое пластик пластик дальнобойный помощник увеличить увеличивать дальность оружия на 20 процентов модификации оружия может прикрепить любому предмету бюджетный прицел из серии door mart для тактической защиты домов старые внешние некази неказисты но еще отлично работает и даст вашему оружию неплохую прибавку к дальности на потертой этикетке можно различить для борьбы с ворами посылок окей модификация оружия так хорошо это хорошо так давайте посмотрим так это получается а они мод вот модификация отлично супер 20 процентов на будет это нужно нужно ребят блин прикольно прикольно ребят робот такой забавный вроде бы все здесь забрали но игрушка офигенная мне прям нравится ну что ж будем вместе проходить я думаю что вы оставите лайки комментарии по ней и будем играть и вам понравится она здесь что-то надо будет поднять так здесь пластик и вижу здесь сообщение до технология и дзн открыли дверь мир без голода пищевое производство еще никогда не было настолько экологически чистым фермы насекомых поглощающий co2 плантация водорослей поедающих и переваривающий микропластик автоматизированное земледелие в опасных климатических зонах добро пожаловать в эпоху безграничных возможностей интересно значит они что-то смогли все это сделать ой что случилось вижу но не верю своим глазам что они такое лягушки лягушки которые хотят на двух ногах убивать людей это не животные и не люди это монстры чертовы монстры что они делают а подожди это же 7 аваторов пожалуйста не надо нет это была семья аваторов мы должны разобраться этими родами мы не смогу сражаемся с тем что не понимаем мы идем домой даже понимая что единственный путь лежит только через них блин будь добр храбр как тигр братишка мы идем в атаку и так они такие жуткие огромные очень вернутся на город тогда жми на курок боячки действия вы разделены на ходы начале каждого хода вы получаете по два очка действий на каждого героя окей ну давайте сделаем выстрел до так у нас будет получается 15 процентов крита давайте бахнем прекрасно может ты добьешь есть все получилось офигенно черт они бегут в укрытие целя и все равно никогда не настолько удачлив был стрельба враги частично и укрытие это на 35 меньше от шанс попасть в них но это понятно враги полном укрытие это на 75 меньше от шанс попасть в них укрытие работает только спереди ну да это сто процентов защита так а что если мы так ну давайте то есть обязует до нас мы не можем но давай и тогда а ты вот попадаешь до удачный выстрел от врага ты позовешь кому-то нет он сбоку хочет в робота промах а сос один но теперь он в полном укрытие я не могу прицелиться зайдем с фланга ударим по сбоку ну это понятно это так у снайперки хороший у винтовки мелкий ну дробовик понятно так это наполовину защита у нас будет а если мы ну да и мы добьем шикарно ты жив да мне кажется а ты цвету и пахну мы истребили этих ребят не похоже смотри найди укрытие нам когда настать нужный момент ударим с фланга так понятно пользу критер чтоб избежать но это понятно расходует 2 одно посмотрим автоматическое именно поднятие это прикольно это прикольно шикарно ты наверно давай сюда чтоб не было обхода заденет а а а и а и 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 а и Перезарядка, да? Есть, убили. Голова-сик-разведчик. Молодым хапугам, воинам, нужно время на то, чтобы знать, как устроен мир и научиться боевым тактикам. К несчастью для них, первым уроком может стать последним. Они могут прыгнуть по территории. Так, а что у нас с хп? Группа. Так, хп у нас не устанавливается, да? Здесь надо лечиться. Понял. Мне больно видеть, как семья ваттеров. Просто гнил здесь. Чертовы лягушки. Это что? Какая-то важная шутка? Контрольную свою гнев, Элвис. Нам нужно идти. Нам нужно отнести тела домой. Да, вернемся позже. Блин, а, жалко. Блин, девушку жалко. Алло. Вот уроды, а? А здесь больше ничего нету? Тачки современные, как видите, да? Ну, вон, они готовили. Не кажется ли здесь зернистость, да? О, медипод. Бросьте, чтобы исцелить или оживить членов группы. Компактный одноразовый модуль. Пригоден для бросания. Одновременно сканирует и восстанавливает физический ущерб на атомном уровне. Стандартная технология предоставлена первой семьей. Городом-франшизом в американских пустошах. Можно бросить во время боя фехнами по области или используйте во время боя рюкзак. Прикольно. Ну, будем знать, что можно будет использовать не лишнее. Все-таки. КП-шка восстановить, все такое. Интересно, а робот сможет использовать из рюкзака? Или, ну, единый здесь рюкзак? Ну, это узнаем потом. Да. Ты же знаешь, что из-за миазмы... Из-за чего злится миазма? Чтобы сказать, из-за чего миазма злится, нужно понять, что она такое. Что она такое на самом деле. И ты не имеешь об этом ни малейшего поздания. По крайней мере, ты знаешь, как ее опасаться. Это хорошо. Ты видишь, что она превращает воздух и яд. Природа в кошмары. Лягушек в монстров. Ты знаешь, что от нее не сбежать. Миязма окружает твой город, как океан одиноких островов. И она распространяется по всей Америке, превращая некую великую страну в пустыню смерти. Так что не уходи. Судьба никому, кроме тебя, Алис. После многих лет усердной работы и без помощи твоего старшего брата Дикса, ты сумел починить себе силу перчатки. И теперь ты хочешь найти меня. Но ты до сих пор не понимаешь, что такое миазма, да? Я могла бы тебе рассказать, но откровение нужно сослужить. А пока что тайна становится закрытым. Нужно быть и за стеной. Ты умеешь порваться за стену и отыскать меня. Конечно. И тогда, возможно, я открою тебе свой секрет. Но мы оба знаем, что ты погибнешь в пути. Потому что между мной и тобой лежит миазма. Это и пролог, да? Интересно. Застой таун. Нужно рассказать мэру о том, что мы видели. Мэру? Что он там может сделать с лягушками и монстрами? Он не может держать оружие. Не может даже бегать. Но он управляет этим городом в 80 лет. Он знает, что делать? Нет, я хочу насладиться миром. Не хочу я бежать. Блин, а? Реально, миазма это что-то какого-то, типа... Я даже не знаю, как это... Какой-то минерал, что ли? Кристаллического вида. Но... Который легко, прям легко... О, голуби, нифига. Застаун. Дом, любимый дом. В этот раз ты меня спас, Дикс. Все, магия, делай эту игру, брать. У меня есть только сила, мудрость, обаяние и красота. Да, за ночью роботец. Блин, как... Сборщики скоро будут здесь, Элвис. Надеюсь, ты сделаешь свою часть работы. Ага. Что-то ждет от нас. А, водка, что получится. Сэндвич с жареной колбасой. Ой, блин, так захотелось. О, да, хлеб с маслом. Он сам, если закрыть глаза и облизнуть губы, я могу почувствовать вкус. Ммм. Сколько еды, которой с нами больше нет. Помнишь? Ходоги. Горячие собачки. Конечно. Помнишь собачек? Ты что, подруга? Мои дети будут голодать, но я не скормлю им щенка. У тебя есть щенок? Что ж, сколько ты за него хочешь? Я что угодно отдам. Что угодно. Ха. Ха-ха-ха. Она подумала, что у нее щенок. Нет. Не отдадим. Животное это друзья. Есть? Нельзя. Блин, интересно послушать. О, корочка. Что, ребята? Мне плевать, насколько нечестных выборов вычислить за мэром Мэйсоном. Я бы за него. Почему? Он герой войны. Да, но эта война уже давно закончилась. Я тебе рассказывал про карьеру Мэйсона в армии США? Да, папа. Пару десятков раз. Он начал с повара, но благодаря силе воли он просто в году спустя стал единственным генералом с пурпурным сердцем и медалью за отвагу. Да, ты мне рассказывал. Сейчас таких, как он, уже не делают. Ну, все сверстники умерли. Может, ему пора на тот свет где-нибудь? У него есть цель, когда он потерял ноги и полз на руках через тоннель длиной в полмили. Да, цель. Избавь меня от долгих речей. Мэйр Мэйнсен герой. И этому городу нужен герой. Блин. Ну, как всегда, батя какой-нибудь рассказывает историю про... Про старые добрые времена. Ну, это прикольно. Это... Это классненько. Так, нам нужно вообще... В главный дом это, да? Но мы... Полазим здесь, посмотрим, что здесь вообще такое есть. Хреново глядит твой дом. А не пошел бы ты. Это и твой дом. Что это там изучить? Тебе нужно очистить этот дворик для привлечения клиентов. Значит, мы сюда вернемся. Ты хороший мальчик, Элвис. Твоя мама была права. Насчет тебя. Хм. Или что-то такое. Ну, я не успел. Там... Там полицейская машина, все такое, да? А, это, наверное, полиция, да. Там шериф. Ладно, пойдем поговорим с стариканом. Элвис! Элвис, мальчик с волшебной перчаткой. Майор, послушайте, звучит как бред. Но мы видели монстров, настоящих монстров. Что за кислое лицо и понурый вид, мой мальчик? Я тебе всегда говорю, что если будешь демонстрировать силу, кто-нибудь ее у тебя отберет. Ты слышал, что он сказал, старик монстры, прям за городом? Я разговариваю с тем, у кого есть мозги и консервная банка. Так, подали еще раз. И... Дик спокойно. Мусорный ботёк. Какие еще монстры? Мы видели большие уродливых лягушек, и они убили ваттеров. И чуть не убили нас. Движутся города целой толпой. Вы должны что-то сделать. Ммм, я знал, что этот день наступит. В смысле знали? В прошлое полнолуние со мной... Мне связались по радио какие-то вторжения. Говорили. Я отправлю до шерифа разузнать, в чем дело. Он сказал, что все жители пропали. А улицы были покрытыми вкладками гигантские яиц. Лягушачьих яиц. Нельзя допустить этого, чтобы оно повторилось здесь. Мы должны выставить. Это шахтерский город, мы здесь копаем, а не воюем. Нет, миазом меняется. Ведет себя иначе. Сейчас он, как никогда, чтобы ты выбрался за стену и нашел свою мать в хамахте. Она единственная, кто может знать, что происходит. Нравится тебе или нет, Элвис, но судьба города в твоих руках. Ах да, насчет моих рук. Перчатка сдохла. Я взорвал генератор. Тогда замени его. Возвращайся сюда, как можно скорее. Я взгляну еще разок на жесткий диск Майамы. Посмотри, что она оставила на подсказанных для того, чтобы защитить эту перчатку. И еще одна. Не выходи из города. Снаружи слишком опасно. Настоящие монстры. Пока Мэр Мэнс занят поисками подсказок, данных с Мамина у диска, наша задача починить перчатку. Возможно, у Берты-младшей есть исправное ядро. Окей. Сраная консервная банка. Да. Да, братан, я согласен с тобой. Есть только одно место, где можно добыть генератор. О, Берты, дохлый номер, братишка. После того, что ты учидил? В моих руках судьба города, помнишь? Разве она сможет отказать? Нет, ну давай сходимся сейчас сюда. Еще в нашу хату. Ну, как это, как это сказать еще? Какой-то не домик, а вообще ну хотя бы наподобие. Я знаю неплохого робота-уборщика, а нас делают нам скидку. Скажи еще мне что-нибудь про уборки, и я тебя здесь подвешу. Ха. Так, здесь что? Этот день настал, Элвис. Я должна уйти. Мне придется оставить застаун. Дикс позабоится о тебе до тех пор, пока ты не сможешь заботиться о себе сам. С его помощью если будет много работать, ты сможешь починить себе силу перчатки, когда это время придет. Найди меня за стеной миазмы. Так я расскажу тебе кто на самом деле и кем ты должен стать. Обещай мне как я обещала тебе. Твоя мать бха махти. Серьезно? Так. А это что? ХПшка? Медипот. Это мы читали. А там еще что-то есть? Нет. Ничего интересного. Мамина фотография, что ты о ней помнишь? Немного. Мне так же много времени проводить с ней. Я часто вижу во сне скуночь, когда она ушла. Почему она спрашивается, она появится у меня эту ответственность? Не знаю. Когда найдем ее, спросим? Да. Мне показалось, вообще-то, не мама, а какой-то мужик. Что за такое? Либо там боли. О, свингу. Мы народ холмов. Мы не садимся. Кому-то свинье, что ли, рассказываешь это? Батчешоп. Миско. А там, что такое? А, это канализация. Ну и что, если я пью слишком много самогона? Не вам же это судить. Ну да. Двойная, двойная норма. А, только сейчас дошла. Так, ну пока что, я понимаю, сюда раны. Не вижу здесь ничего. Носить эту перчатку, это как привязать динамит к поясу. Будьте осторожны. Спасибо большое. Смотри, что-то, каждый чем-то занимает. Никому не пройти сквозь стену миазма, Элвис. Лучше бы с этим смириться. Хватит мучить себя. Генераторы, да? Кто эта девушка? Не видел здесь ее раньше. Какую? Вот эта? Загадочная девушка. Эй, как тебя зовут? Меня зовут Отвали, пока я не садила пулю тебе в задницу. Очень приятно. Жаль, хорошенькая раева. Здесь что? Элвис и Дикс. Здорово. Шерик дал мне вот этот значок. А теперь официально привратник зоны аллигаторов. Это круто или как? Очень круто, Эрл. Стражить границу по-пацански. Пацан. Эв, ну знает, вот у девицы я видела, как она за вами таскается. Хм. Ее зовут Джейн. Пробралась в город на той неделе. Говорит, она охотница за головами или что-то вроде того. Отлично. Как раз то, что нужно. У тебя неприятное селвис? Что ей нужно? Понятия не имею, Эрл. Хм. Вы видели монстров? В натуре, блин. Трэвис правду говорил. Он тоже их видел? Он сказал, что уложил сразу три голодорбовика. Просто стоя на месте и терпеливо ждал, пока они выйдут из на линии огня. Бум-бум! Один за другим. Хорошо, что ружье стреляют очередями. Ой, забавный. У меня есть еще для тебя несколько советов. Ты видел какие-нибудь бочки в пустошах? Возможно. У этих бочек какие-то взрывчатые химикаты, оставленные изначальными. Попробуйте по ним пострелять. Круто будет. Столько стреляйте издалека, чтобы не пострадать. Спасибо. Удачи. Такой и сельчак. Ну, добрый. Добрый. Прямо чувствуется такой, знаешь, вот. Ох, она согласилась выйти за тебя. Конечно. Наверное, она слепая. Нет, у нас с ней все серьезно. Миазма не помеха любви, да? Нет, мэм. Ни разу не помеха. Так, где же твоя невеста? Должна приехать из Форт Митчелла. Опаздывает на три часа. Но нет, нет, я ни капли не переживаю. Блин, прикольно. Какая-то, ну, своя атмосфера, своя жизнь. Как же, прикольно. Мне нравится. Возвращай шахту, где твое место, робот? Ты кому возоришь? Дикс, мой друган. Мой братан. Не трогай его. За борта на горой. То, что случилось в шахте, трудно забыть, правильно? Нам нужно смириться с трудностями. Мириться с трудностями? Мой брат погиб, и никто не говорит мне, из-за чего. Мы пытаемся это выяснить. Я знаю, что раны будут заживать долго, но... Как они умерли? Пока что у нас нет достоверной информации, ясно? Никто не знает. Если нет других вопросов, мне должны вернуться к работе. Но внизу небезопасно. Шахты настолько безопасны, сколько может быть безопасны в шахте, когда мы будем обсуждать наши трудовые условия. Мы работаем по 17 часов. Да, у нас в сапогах дыра. Мы спим стоя. Мара благодарит вас всех за усердный труд. Это непростое время. Давайте просто добывать золото. 12 шахтеров погибли в шахте. А вы говорите нам вернуться работе? Невероятно. Ну реально, это какая... Вот это правдивая тема вот этих вот... Вот он стоит там и рассуждает просто как долбанный коррупционер. И все. Вот жопа, поджопник тебе дать. 12 человек погибло. Надо определить, что я сейчас училась. В общем, первая семья создала так называемые города франшизы. Это по сути рабочая сила, которая труется не покладая рук ради обогащения семьи. Семья строит из себя великие благодетели. Но это ложь. Мы работаем за крохи еды и сломанное оборудование. Со всех сторон дерьмовые условия. Особенно если однажды мы решим перестать работать. Так, дальше не вижу ничего. О, там пластик есть. А мы затыренный пластик мы побрем. Дай сюда. Это мой пластик. Ну-ка, братан, это идея. Сейчас, сейчас. Это был несчастный случай. Разве кто-то спорил? Я не хотел взрывать машину Берта. Да, да, перчатка во время сработала. Я знаю. Вовремя, да? Ее разнесло нафиг. Так, ну, разные места, да? Где праквила больше нет? Это значит праквила нету? С ним нельзя связаться. по радио. будет весь город исчез. Ты говорил об этом мэро? Конечно. Не знаю. Что он собирается делать? Я поговорю с ним. Скажи мне про Форт Митчелл. На улице было пусто. Я не видел ни одной живой души. А что во имя что в свете там происходит? Говорит, что я сошел с ума. Я не сошла с ума. Он схватил и утащил миазму. Мне очень жаль, что аллигатор поймал твоего мужа. Правда жаль. Говорю же, это был не аллигатор. Он ходил на двух ногах и носил чертову набедренную повязку. Но аллигатор не носит набедренные повязки, я думаю. ничего не думать и волтон нам нужно пойти на поиски. Я не хочу туда идти. Он мой муж. Как ты не понимаешь? Я понимаю, но его кровь будет на твоих руках. Все призраки из ада поразите меня на этом самом месте. Вот только не надо призывать призраков. Я больше не могу этого выносить. Ангелы покинули за Ставан. Остан лишь дьяволы. Я что не придумаю. Ладно. Не сходи с ума. Козел. Предлагаю не попадать за решетку на этот раз. Никто не возрождает. Элвис, я думаю, из тебя вышел бы отличный помощник шерифа. Да ладно. Магазин эти бодрячие травы. ой прикольно эй сюда я вам что разрешал играть с моей мезмей это твоя мезма ой она вся моя ха шучу как у вас в нее не пущу вы за травами я пытаюсь завязать эти чтоб не терять концертации но спасибо тебе столько от твоей матери я помню твою маму бхамахти она была сильная и с добрыми глазами с глазами как у тебя она спасла этот город от многих несчастье но у нее были секреты да это точно например почему она меня бросила она твоя мама и матери не обязаны рассказывать своим сыновьям про все на свете но она знала твою судьбу найди ее приведи к нам она восстановит этот город и спастет всех нас намасте намасте мудрость приходит к тем кто слушает миазму знаешь она как как она сюда попала миазма никто не знает я знаю не было героев героев без героев америка утопала в яде я оплодотворил мать землю она родила демоническое дитя миазму она ненавидит нас за то что мы с ней сделали мать земля ненавидит нас о да не принимай нас ущет поднимай уголки вверх как у меня намасте миазма порождают помрачительную флору если вам встретиться какие-нибудь необычные растения принесите их мне хорошо у нас нет времени нюхать цветочки хотя нас подгоняет страх страх это перевернутая надежда страх это надежда которая стоит на голове ты иногда говоришь странную дичь я местная полоумная старуха чего-то от меня ждешь намасте до встречи да нормально ночью хорошая хорошая тетка ну-ка там посмотрите кто пришел тревоги крепкие орешки в здании первая семья благодарит вас за непрекращающуюся поддержку и серную работу рады сообщить вам что отныне норма вашего предприятия и процента выработки привязаны к поставкам серых зеленых и коричневых продовольственных наборов мы надеемся что такая стимуляция обеспечит своевременные и удовлетворительные ежедневеченные поставки данное сообщение одобрено квенделом зеном это видимо от семьи френд забени завелась кто-то такой парень кто я такой да мелкий засранец который надирает задницу лягушкам но все распространится быстро значит решил по геройствовать нет я механик о да брось если я прошу соломенную глушить мне нужно чтобы так это твой мэр попросил мне на них помощник ты в деле он хочет типа что мы стали героем послушай фрэнк мы это мой дом у меня дома называй меня шерифом шериф мэр ничего не говорил про помощника конечно ты же слишком занят пытаясь провести сквозь стену а пока что нужен дом города нужен ли твой город тебе твой город мне наверное буду считать что это да иначе ты назначен с помощником вот так вот легко да у меня я умею сражаться с людьми но нет монстрами никому неизвестно откуда они взялись когда они не откладывают яйца повсюду они молятся миязме как божество они уничтожили пайквилл превратили морфорд мачал в город призраков здесь такого не повторится окей присматривать друг за другом хорошо теперь пошли отсюда кукуй старый пердун тишу обнаглел ну-ка поболтаем добро пожаловать в тот самый универмагберт и я к вашим словам для ты какая колбас не уж не отошки пошел вон где-то пожалуйста нам нужно лишь один новый генератор ты взорвал мою машину последнюю чертова машину в городе знаешь сколько она стоила да и мне очень жаль перчатка не вовремя сработало и послушай мы по официальному поручению мэра да пусть мэр хоть сам за это суда и начнет колотить меня своими крошечными красоте скрасит мне дорогу к нему ладно принеси мне глушитель и генератор ваш только поскорее остался всего один ля робота роботец то как а флиртует девчоночкой что ты с ней разговариваешь раздобыть силы ментный глушитель клевое дело братишка но он только знает где искать границу обобрали частям границу мы можем отправиться в зону аллигаторов выбор с тобой я пойду в зону аллигатор я буду храбрым как тигр двигаемся братан братан тикар я тикар ха ха так чё надо пить ммм когда миазма заболел ах я помню собак ммм когда миазма забрала собак мы ели прозрачных летучих мышей мы ели прозрачных да ели прозрачных но они оказались ядовитыми свело моего брата в могилу гата моего младшего брата льюиса со дня на день миазмы поглотит нас всех не раньше чем я поедаю с семьей мне нужно только пробраться за ту стену стена стоит здесь годами никогда она не денется должен кто-нибудь способ моя мама ждет меня помни я ревнивый пирог твоей матери запах стоит да маринованный аллигатор под чем роско роско кто-нибудь видел мою собаку не дай бог съели кто-то надо держать своих питомцев рядышком ой давайте ребята на этом остановимся и ну мы познакомились может быть она все-таки с нами пойдет проваливай ну пойдем со мной красавица ну нельзя это плохо давайте ребят отправимся в следующую серию как раз и я думаю вам игра понравилась вот это вот как сражаются общение с ребятами вообще и продолжим мне очень зашла игра она кайфовая прям интересная и в духе вот этих вот слизня девалицы и кабана это от их компания же и так же продолжим в следующей серии всем хорошего настроения всем ребята доброго дня